Продолжение следует... Продолжение следует... Это вот RTL-SDR, третья версия. Аппарат вот такой, вот у него есть ближний. СDR-приемник. Подключается... Подключен у меня сейчас к диполю. На 40-метровый диапазон. Установлен софт SDR-Sharp. Вот версия. Сейчас сфокусируется... Вот эта вот версия. Такой вот ноутбук с тачскрином. Для удобства даже можно пальчиком тыкать. Вот. Ну вот собственно... Вполне себе сносно работают. За свою цену... За свою цену в 20 долларов США, я считаю, вполне себе неплохой аппарат. Я в принципе доволен этим аппаратом. Настройка... А, единственное, что стоит сразу обратить внимание, вот когда устанавливать его... Здесь обязательно надо ставить Direct Sampling Q-Branch. Иначе не будет работать. Вот. Вот эту вот настройку стоит обратить внимание. Немножко шумный диапазон сегодня. Какая-то помеха. Вот, сетку я выставил в шах. О, она почему-то сбросилась. А, 10 Гц, пардон. 1 кГц. 1 кГц надо ставить в шах. Тогда будет удобно. Ссылку под видео на данный аппарат дам к видео. Ну, могу даже сразу сказать, что лучше всего покупать у производителя. То есть, на rtl-sdr.com сайте. Я там его собственно и покупал. Вот. Стоимость его 20 долларов с доставкой. Вот такие вот информации. Да, о, Василий, ты прекрасный. Да, о, Василий, ты прекрасный.